Мне кажется, что нет ничего более важного, чем то, что происходит в центре исламского мира, а этот центр исламского мира, безусловно, сейчас находится в Палестине. И интересно, что, так вот, оглядывая на реакцию разных общин, групп, разных народов, с интересом замечаешь, что, допустим, армянская община, которую мы так пренебрежительно обычно описываем, к ней относимся, это община в центре, ну, может быть, круче них только англичане, которые также, ну, может быть, какие-то интеллектуалы американские, ну, вот, может быть, в этом ряду мы можем рассматривать армянскую общину, потому что армянская община на Ближнем Востоке всегда занимала с 1948 года палестинскую сторону, они воевали за Палестину, они воевали за палестинцев, они сейчас помогают, чем могут, и очень многие люди следят за этой ситуацией так, как будто это их единоверцы, хотя мы знаем, что очень маленькая часть армян приняла ислам, и эта община мусульман-армян не находится на Ближнем Востоке. Мы знаем, что, например, из всех кварталов Иерусалима под тяжелым ударом сейчас находится именно армянский квартал, который ближе всего находится к Алексе, ну, если не считать квартал Иерусалима. Вот удивительным образом, ну, что называется, не знаешь, откуда ждать помощи. Я правильно понимаю, Надежда, что они, армяне, именно поддерживают, потому что они вот именно находятся под ударом, и там, как я понимаю, армянская автокефальная церковь, которая тоже находится под постоянным давлением вот этих сионистских сил, то есть с этим связано, или что мы можем вообще сказать, почему именно армяне вот именно так последовательны в этой поддержке? Потому что для меня тоже это было открытием, открытием совсем недавно, то есть после того конфликта в Карабахе, за которым мы тоже следили, наблюдали, анализировали, тут вдруг, бах, армяне стоят на этой позиции, а многие, я не скажу все, азербайджанцы, например, напротив, стоят именно в конфронтации. Я не соглашусь об азербайджанцах, если правительство, там, интеллигенция либеральная, нерелигиозная, это как бы их дело, азербайджанцы, люди, конечно, люди, которые сочувствуют Палестине и Палестинскому делу, здесь не так пролегает симпатия и антипатия. Что касается армянского участия в Палестинском деле, послушайте, люди не действуют исключительно из собственных интересов. У меня нет никаких интересов в Палестине, у меня нет там дома, у меня нет там родственников, я занимаюсь этим не потому, что это вот какой-то мой интерес материальный или денежный. Значит, вернемся, пожалуйста, к армянам, это очень важный вопрос. Дело в том, что у армян это, наверное, ну, такой уникальный случай, при том, что это национальная церковь, то есть я не знаю, есть ли хоть один человек не армянин, который посещает эту церковь, по-моему, нет. У них два католикоса, то есть две патриархии, одна с центром в Ереване, в Армении, а другая с центром в Ливане. И я напомню, что когда в 70-х годах армяне взорвали московское метро, в садах и пустошах у Гейдара есть целая глава этому посвященная, и я много разговаривала с армянами, в том числе с армянами, которые детьми знали вот этих вот людей, Затикяна и еще кого-то, я забыла их фамилию, которых обвинили в том, что они взорвали. И я не согласна, и вот эти вот мои собеседники, которые в теме этих взрывов, не согласны с тем, что предметом этих взрывов была какая-то национальная борьба за свободу Армении. Армении, честно говоря, катались как сыры в масле в Советском Союзе, им даром не нужна была эта свобода от Советского Союза, а вопрос там был гораздо более серьезный. Дело в том, что начиналась гражданская война в Ливане, и Советское посольство, мы, по-моему, говорили уже с вами или с кем-то еще на стримах об этом, Советское посольство и резиденты, ну, шпионы советские, которые находились на Ближнем Востоке, в частности в Бейруте, заняли неправильное положение, не пропалестинское положение, на котором настаивали армяне. И для того, чтобы люди поняли, они совершили эти взрывы, и люди мгновенно поняли. И сразу после этого Советское посольство, его резидентура переориентировалась на палестинцев. Поэтому армяне – это очень серьезные международные операторы, это люди, которые понимают толк во многом, в том числе в террористической деятельности, не в придуманной какой-то деятельности непонятных террористов, ИГИЛ, которых перевозят американцы на своих вертолетах. А это реальные люди, очень серьезные. И, честно говоря, это важное подспорье, которое есть у палестинского движения, у палестинского дела. Но не будем так много о них говорить, потому что как настоящие люди дела, сидящие на земле, армяне не афишируют свою активность, она на должном уровне.